Теперь нам с вами пришло время разобрать ряд особенностей работы API для работы с информационными блоками. Все API информационных блоков хорошо описано в документации. Ее вы найдете по ссылке, который вы видите у себя на экране. Пожалуй, это наиболее глубоко и детальнее всего описано в разделе справки по DNS-Bitrix. Размотываем ряд особенностей и нюансов в использовании API. Начнем с GetList. Первое. Поля перечисленные до сортировки будут автоматически добавлены в параметры ArselectField или ArgroupBy, если указана группировка записи. Вот мы с вами видим, что у нас в выборку добавляются ID, имя и дата начала активности. А вот мы с вами видим, что у нас, собственно, сортировка идет по полю сортировки. Как мы видим, здесь данное поле у нас в выборку не должно попадать. Посмотрим, что же у нас в результате получается. И видим, что кроме ID, имени и дата начала активности у нас появилась сортировка. Для примера, давайте уберем вообще сортировку, сохраним, обновляем страницу. Видите, она пропала. При фильтрации по стандартным полям – начало активности, окончание активности, дата изменения, дата создания. Фильтр, значение фильтра передается в формате сайта. Но в случае фильтрации по пользовательскому полю типа дата-время все несколько иначе. Это свой сохранится как строковой с датой в формате год, месяц, день, час, минута, секунда. И, соответственно, значение для фильтрации по этому полю нужно передавать именно в таком формате, а не в формате сайта. Сперва отфильтруем по стандартному полю дата начала активности. Вот, собственно, мы задаем фильтр, добавляем фильтрацию. Используем функцию формат дата для того, чтобы привести, собственно, нашу дату к формату сайта. Она у нас может быть произвольная. Вот, собственно, что у нас здесь происходит. Вот в таком формате у нас пришла дата. Это константа, которая определяет формат даты текущего сайта. В итоге она приводится к этому формату и передается в фильтр. Смотрим, что у нас в результате получается. Вот мы видим, что у нас произошла фильтрация. И у нас найден один элемент сайди-один. Называется форма производителя одежды в России. Теперь посмотрим другой вариант. Закомментируем этот фильтр. Создадим новый. Нам необходимо отфильтровать по пользовательскому полю. Это пользовательское поле символенным кода дата формата дата. Сохраняем. Как видим, ничего не найдено. Но, как вы обратили внимание, формирование даты у нас здесь сделано аналогичным образом. Как я только что сказал, формат даты для пользовательского поля совершенно другой. Вот у нас ниже указан правильный формат. То есть дата у нас приходит вот в этом формате. А нам необходимо преобразовать к вот этому формату. Сохраняем. Смотрим, что же у нас получилось. Да, мы нашли элемент, вот собственно само свойство, которое установлено. Фильтрация у нас прошла успешно. Фильтрация у нас получилось. Продолжение следует...